Какие были проблемы? Мусороприемник. Сделали? Сделали. Как мусороприемник, а подвал? Вода в подвале, тут, соответственно, тоже будет. Будет или сделано? Нет, воду еще нет. Делали шестерки, соответственно, потом уже сюда. То есть, неделю приезжай, здесь будет сделано? Спасибо. Проконтролировать исполнение поручений Алексей Валов осмотрел несколько домов на улице Талсинской, которые уже посещал ранее, после встречи с жителями микрорайона Заречный во второй школе. Так, в подвале дома номер 4 раньше стояла вода. Воду откачали, запах устранили. Однако, еще остался ряд нерешенных вопросов. Например, вот так выглядит мусороприемная камера. Жильцы опасаются нашествия крыс и других грызунов. В шестом доме тоже проблемы решены не полностью. Алексей Валов отметил, что на данный момент ликвидирован засор междомовой канализации. Остальные вопросы остаются открытыми. Неудовлетворительная работа управляющей компании. Она должна, конечно, работать эффективнее. Поэтому мы соберем совещание, на котором поставим оценки и расставим акценты по этой подрядной организации. А сдвиги какие-то вообще есть? Есть небольшие. Я думаю, что для управляющей компании, конечно, должны быть совсем другие результаты. Ждут других результатов и от строителей детского сада в Первом Советском переулке. Работы ведутся медленно. До сих пор не завершено благоустройство территории. По Первому Советскому посмотрю в понедельник, вторник. Если ситуация не изменится, будем оставлять контракт и срочно из небюджетных источников заканчивать работу, запускать в этом году. Но это уже решение практически принято. Ванечкова, наоборот, детский садик почти готов к открытию. Осталось пройти проверку надзорных органов, да, оборудовать учреждение необходимой мебелью. Необходимо получить лицензию, необходимо получить заключение Роспотребнадзора и пожарного. Лицензию на право вести образовательную деятельность получим и откроем детский сад. Все так ждут, очень ждут. Просто звонков каждый день поступает много, все родители интересуются, спрашивают, когда, скорее бы. Очень ждут. В учреждении будет 12 групп. Объект рассчитан на 220 детей. Особенностью садика стал плавательный бассейн. Панечку доволен. Осталось немножко доводки. Строительная организация услышала. Начала финансирование доукомплектования. Дариса Снегова, Сергей Максимов, телерадиокомпания «Щелково». Дариса Снегова, Сергей Максимов, телерадиокомпания «Щелково».